Здравствуйте, люди, народ, кто знает Казуку Фэмили, кто не знает Казуку Фэмили. И это видео будет, наверное, необычным видео и не такого формата, который я себе представлял. Это будет не про аниме, не про игры, не про музыку, не про фильмы. Вот, а про меня. Кто такой Казуку Фэмили? Я сейчас представляю в эту зимнюю погоду, что я нахожусь возле вот этой речки, сижу на кустах возле камней и деревьев, получая определенную гармонию. И разговариваю с вами, дорогие друзья. Знаете, я отличаюсь с другими каналами только тем, что в Казуку Фэмили нет фальши. То есть, я спокойно могу поговорить с любым человеком. Я стал ютубером, потому что меня вдохновила одна ютуберша-девушка, которая просто тоже снимала ролики, стала очень популярной многомиллионницей и стала общаться со своей аудиторией. Я понимаю, что у меня маленькая аудитория, что меня посмотрят за единицы, но всё же, что-то останется... останется здесь, в сети. Я не хочу бросать Казуку Фэмили, потому что Казуку Фэмили это я. То есть, если я брошу Казуку Фэмили, то значит, я брошу себя, изменю себе и... буду уже не я. Вот. Я почему решил поговорить? Потому что... Я одинок. Да, я одинок. Я одинок. То есть, то, что я отвлекаюсь... Это не... Как сказать, не оспаривает того факта, что... Я... Избегаю реальности. Вот. А реальность очень непростая штука, особенно в тяжёлое время, в котором мы живём. И знаете, многие люди меня поменяли. Не в том плане, что я стал хуже. Нет, я просто начал приобретать определённый ребят опыт. Горький, реальный, но всё же опыт. И все сейчас подумают, кому это нафиг надо, выключат, пролистают, уйдут. Но... Я знаю, что кто-то натолкнётся на это видео и поймёт, что... Ютуб — это вещь социальная, общительная для любых людей, кто может создать свой формат. Стримы, блогерство и много-много чего ещё. Вот. Я не часто делаю такие видео, но, видимо, иногда приходится выговориться. И меня поражает тот факт, что происходит вокруг мира. Войны, разногласия, коронавирус, тяжёлые времена. Это просто размышления. Вот. И... Я просто хочу вам дать понять, что я живой. То есть... Я... Общаюсь с людьми... С адекватными, разумными и справедливыми. То есть, кто может... Говорить по факту... Вот. И... Отношусь к нормальной критике. Не отношусь к критике такой, что... Я делаю это надебись. На самом деле, я не делаю на это надебись. Вы не знаете, каких трудов мне это стоит, чтобы... Выложить... Видео... В интернет. Стрим провести. Я потратил немного... Немного... Денег на это всё. Но... Я тратил время. Вот. Трафик. И, естественно, своё время. На которое я мог потратить на себя. Но я потратил это на всех. На вас. И... Я трачу это, чтобы вы хоть радовались немного и понимали, что... Где-то там, вдалеке, вот, как на этой картинке. Где-то там, за горами, за лесами, за полянами, соснами. Ну, где-то вот там, вдалеке, вот. Там где-то, да. Находится человечек, который делает это всё, как сказать, трача свою энергию. Да, ребят, энергию. Энергия тратится. Тратятся силы, здоровья. Я пью много кофе. Я менял микрофон. Я менял компьютер. Я всё это рассказывал. Я менял видеокарту. Я менял жёсткий диск. Я много, что делал за это время. И... Всем было плевать. Потому что делаю я. Но всё же вы не сможете назвать меня эгоистом. Потому что эгоист не станет тратить своё время, ресурсы, здоровье и всё-всё-всё ради... ...чего-то пустого. Казуко Фэмили это не пустое. Я неоднократно говорил, что Казуко Фэмили это семья. Это каждый человек, которого я ценю, кто приходит, общается, смотрит стримы. И всё в таком плане. И все эти шутки, матюки... Это делается для развлечения, для отвлечения, простоты. Да, если так выразиться жестоко или реалистично... ...это маленький побег от реальности. Где тебя не заставляют что-то делать. То есть ты приходишь, чтобы просто кайфовать. То есть Казуко Фэмили это семья, где ты должен получать просто удовольствие. То есть это как за столом. Ты сел за стол, как в школе. И ты выбираешь свою парту. У кого-то спортивная парта, да? У кого-то игровая. У кого-то анимешная. У кого-то историческая. Вот и Казуко Фэмили это подобие школьной парты на огромном-громном мире. Даже, я бы сказал, вселенной. Вот. И какую главную мысль я хотел донести? Я хотел донести, что Казуко Фэмили это все мы. Просто в наше тяжелое время люди отвыкли дорожить, отвыкли понимать. А доброта стала вообще сложной штукой. И честность. Не только доброта, но и честность, доверие. Люди перестали кому-то верить. Они начали верить себе. У них проявляется эгоизм, потому что они просто хотят выжить. Их не стоит, в принципе, за это винить. Но иногда люди одинокие... Я имею в виду одинокие сознательно. Они причиняют боль другим одиноким людям, которые ищут подобных людей. Себя, друзей, знакомых. Ну, как говорится, свою душу ищут, да? Но не всегда находят. И, знаете, я хочу сказать, что мой опыт показал, что лучше делать что-то сам. И рано или поздно это даст плоды. Любым способом, каким вам удобно. Кто-то может это найти в библиотеке, кто-то на улице, кто-то ещё где-то в спортивной секции. Творчество. Казуко Фэмили это не только общение, но это и творчество, самовыражение и что-то живое. Вот. И... Я просто хочу сказать, что... Я раньше боялся общаться с людьми. Но пришёл момент, когда мне пришлось выбирать... Как говорится, либо оставаться в одиноком состоянии долгое время. Либо делать что-то своё и... Просто... Чтоб люди знали, что... Я есть. И, знаете... Да, сейчас многие скажут, это глупо или это по-детски. Но у каждого свой сказочный мир. Но он строит каждый его по-разному. Кто-то по-взрослому, кто-то другими способами. То есть, даже те люди, которые хотят казаться крутыми, да, они всего лишь делают это, преподносят как типа взрослые. Но если убрать внешнюю оболочку взрослости, то это взрослое детство. То есть, как бы вроде не ребёнок, но он также увлекается тачками, одеждой, развлечениями. Мы все дети. И нельзя отрицать того, что мы что-то любим. Мы все люди, у нас есть потребности. И я просто хочу сказать, что... Я вложил огромный труд в Казоку Фэмили. И те люди, которые не могут ценить Казоку Фэмили, или не хотят верить даже Казоку Фэмили, в принципе, это их выбор. Я их за это, как сказать, не осуждаю. Но просто я хочу быть в этом видео услышанным, что... Я знаю, что такое доброта, честность, доверие, которые сложно заслужить. Я сам оказался в такой жопе, как и вы все. Как бы смешно это ни звучало. Но... Я стал разносторонним человеком только благодаря Казоку Фэмили. То есть, благодаря своему опыту, я начал слушать разную музыку, я начал смотреть разные фильмы, я начал играть в разные игры, я начал смотреть разное аниме, я начал видеть разных людей. Это интересно, это процесс, и этот процесс, он... Я не... Как сказать? Я не совру. Он увлекает. Казоку Фэмили меня увлекает. Меня увлекает общение, Ютуб, люди, что-то новое. Кто реально в этом заинтересован? То есть, если... Когда не было интернета, люди общались на улицах, в парках. Знаете, что они делали? Вы сейчас удивитесь. Может, я не открою, конечно, Америку, но люди, они читали. Им также было интересно, как мы делились дисками, да, кассетами. Мы раньше давали друг другу кассеты, видеокассеты, когда были там всякие фильмы, мультики, когда не было эры интернета. Когда мы слушали музыку, мы её передавали через Bluetooth и к порт. Мы тоже слушали музыку, но это нас сближало. То есть, мы стояли там рядом с чуваком, и мы перекидывали музыку в школах. Это было забавно, интересно, но это давало общение во время процесса. Вот о чём я вам и говорю, что времена не меняются, просто меняется формат. И YouTube, это практически то же самое, что кто-то берёт что-то с Хазоку Фэмили, кто-то берёт ещё с какого-то канала опыт того же Купленова, Мармока, Геттиона. Я не буду кучу примеров приводить, но эти люди тоже вдохновлены и увлечены тем, что они делают, и у них есть своя аудитория. И знаете, когда я был маленьким, неважно, сколько мне сейчас лет, я любил фильмы, сериалы. Не все, конечно, смотрел, ну и, конечно, я любил играть в приставку. У меня была первая приставка 2000-х годов, это Sony PlayStation 1. И знаете, игры это не всегда плохо, когда ты любишь Гарри Поттера, смотришь фильмы по Гарри Поттеру, читаешь книги по Гарри Поттеру, и ты понимаешь, что есть игра, которая идёт по сюжету Гарри Поттера, и ты можешь в этом участвовать, выигрывать, рассматривать те же локации с Хогвартса. Это на то время, когда мне было 11 лет, это завораживало, друзья. И я понимаю, что игры в нашем 21 веке, в 22 году, я заговорился, это поражает, что можно создать свой лор, свою историю, как это там случилось с Ассасином, когда был первый Ассасин, и в какую массу он вошёл, и Сталкер в какую массу перешло в безумную русской аудитории, книги по Сталкеру, фансервис по Сталкеру, фильмы по Сталкеру, моды по Сталкеру, куча всего по Сталкеру. Так же произошло вот с Ассасином, и со многими игровыми вселенными, они косплеить начали, но косплей это вообще другой разговор. И на самом деле, знаете, быть увлечённым человеком довольно интересно, скажу я вам. И тут не стоит пугаться или думать, что люди плохо о вас подумают. Это ваш выбор, это ваша жизнь, и вы, в принципе, сами выбираете, что в ней делать. То есть, никто же вас не осуждает за то, что вы любите купаться. Просто вот взять, купаться. Это если бы люди говорили, что купаться – это плохо, или купаться – это детская шалость. Но многие люди любят купаться, и никто за это и матата не делает. Поэтому, знаете, люди, которые там любят природу, их тоже можно, в принципе, понять. Кто любит разную музыку, нужно просто воспринимать это как, наверное, должное. Не стоит же человека не любить за то, что он любит чай, не любит кофе, или наоборот, любит кофе, но не любит чай. Вот. Так что глоточек кофе за вас, друзья. Поэтому я просто сижу сейчас в кресле в такую холодную погоду и просто хочу с вами поговорить. В такие моменты сложно представить, что кто-то может тебя не услышать. Вот. Но я хочу быть услышанным. Все хотят быть услышанными. Как бы вы это не отрицали или не отрицало или не отрицал. Неважно, кто сидит и слушает, смотрит. Вот. Но что человек делает, это всегда труд. Неважно, как он формируется. Кто-то огород копает, кто-то не знаю, чистит крышу, кто-то разносит письма. Труд это всегда, в принципе, процесс. Также и связано с Ютубом, связано с созданием, в принципе, музыки. Вот. Я просто хочу вам сказать, чтобы вы убедились, что я живой человек и типа делать это ради перетворства мне не хочется. Вот мне хочется просто что-то показать. И я это даю вам на показ, на просмотр. Общаюсь с вами по, в принципе, по мере возможностей. да, в принципе, могу не писать, могу не ответить, или по ошибке, или не заметив, но я такой же человек, как и всем, ну, как и все вы. Такой же, кто любит мечтать, фантазировать, чего-то хотеть, чего-то желать. и это нормально, потому что мы, в принципе, социальные существа, мы все хотим кушать, мы все хотим спать, мы все хотим гулять, что-то делать, читать, интересоваться, делиться. Я не видел людей, которые бы не хотели делиться чем-то. Но, возможно, это только те люди, кто любит сильно-сильно одиночество. Но, возможно, есть разные причины, почему люди хотят быть одинокими, которые намеренно хотят быть одинокими. Не из-за того, что судьба и жизнь так распорядилась, что они одиноки, да, а именно они сами этого хотят. Возможно, они просто не хотят доверять людям, верить людям. Ну, таких людей не так уж до хрена, но они есть. Вот. А есть люди, которые любят общаться. Ну, и есть люди, которые за это общение делятся своим либо горьким опытом, либо хорошим опытом. Что из этого, в принципе, выйдет? Смотря с каким человеком тебя свяжет жизнь. Вот. Поэтому я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я просто хочу, чтобы вы наверное чувствовали Казаку Фэмили и понимали, что Казаку Фэмили это, знаете, больше, чем канал. Казаку Фэмили это жизнь, это процесс, это действительность. И не каждый там человек сможет, захочет с вами в принципе об этом говорить. Вот. У меня тоже может быть много мыслей в голове, я тоже могу что-то не любить, что-то любить, но благодаря опыту и Казаку Фэмили вот этому труду процессу я узнаю много нового, интересного, что-то изучаю, неважно в аниме это, в фильмах, в играх, в музыке, в клипах. Это очень интересно лично для меня. Да, сейчас многие там типа скажут, а что типа природа тебя не интересует? Да нет, интересует, но когда выходишь на улицу, тебе там одиноко, потому что люди другие. Ну, я имею в виду не такие открытые, как раньше. То есть много стереотипов бытовухи в наше время, что улыбка это не всегда для многих людей радость, что возможно люди могут сказать, что ты какой-то странный, либо долбанутый, если улыбаешься или смеешься по разным ситуациям. не постоянно, а именно по разным в принципе ситуациям. Вот. Так что на улицу выходить и реальность, она не всегда приятна, и зная, в какой-то еще ситуации находишься, в каком городе находишься, в каком положении, оно тоже дает разные реакции. то есть не все люди в одном городе например дружелюбны, а в другом городе они могут быть менталитет другой. Я не стану много заморачиваться о многих факторах, но просто скажу, что люди разные бывают и в разных городах все по-другому. Я не буду особо зацикливаться на каких-то конкретных случаях, но по факту так и есть. Так что я очень рад, что кто-то есть Казуку Фэмили, кто-то слушает меня, кто-то хочет слышать, кто-то уходит, кто-то проходит мимо, кто-то не хочет слышать, не слышит. Будет критика всегда, и знаете, как сказать, не важно, что говорят другие про Казуку Фэмили, да, а важно, что я об этом думаю. То есть, если другие люди скажут, что я плохо к людям отношусь, это не всегда так. Зависит от того, как человек воспринимает меня. То есть, нам же не всегда приятно, когда человек злобно на нас смотрит, или агрессивно настроен, или не хочет с нами разговаривать просто из-за того, что так сказали другие. Знаете, я так скажу, узнай человека, и только потом ты можешь понять, хороший человек или нехороший человек. Никогда не нужно делать поспешных выводов, если ты человека знаешь всего лишь неделю, даже месяц не всегда хватит, чтобы понять. Но это зависит еще от восприятия человека, кто будет со мной общаться. Поэтому я всегда пытаюсь доброжелательно относиться к людям, кто понимает, кто адекватен, разумен, без всякого хейтерства и без всяких токсичных методов. Можно сказать так. У меня есть друзья, кто остались, у меня есть знакомые, кто остались, а есть те, кто выбрал другую сторону, и есть те, кто просто хочет провоцировать, а я не люблю людей провоцирующих, то есть провокаторы не всегда приятны. И неважно, где они, там, в инстаграме, в реальности, в соцсетях, или на улице, провокаторы это всегда дерьмово. Не люблю людей, которые провоцируют других людей, или даже настраивают людей против кого-то. Это никогда не заканчиватся. Хорошо. Вот. Был просто случай, когда я встречался с девушкой. Да, это тоже другая тема, и она просто не любила, что я общаюсь с другими людьми, даже девушками, хотя я не имел каких-то целей на этих девушек. Мне просто было приятно с ними общаться, потому что они получали просто от общения удовольствие. То есть они не хотели со мной встречаться, другие девушки, а просто общались, потому что я нормальный, общительный, прикольный парень. Но девушке это не понравилось. и это не очень приятно заканчивалось, были разногласия, конфликты, и ни к чему хорошему это не привело. Вот. Вот как-то так. И кто заметил иногда у меня Казуко Фэмили сравнивался с деревом, у которого там разные корни, японское по-моему даже дерево, и это тоже неспроста, потому что Казуко Фэмили это такое большое дерево, где много листьев, то есть дерево это сам Ютуб, а листья это те листья, которые на этом дереве выросли. То есть те люди, которые остались на дереве Казуко Фэмили, они всегда останутся на дереве Казуко Фэмили, ребят. Вот как-то так. Чтобы в принципе вы это тоже понимали, просто не всегда легко говорить мне, когда говоришь честно, правду, что чувствуешь, это всегда не просто, когда это выходит из души. И многие посмеются, но я не вижу в этом ничего смешного, когда ты понимаешь, что не один ты живешь тяжелое время, тяжелое тяжелое время. И как бы вы себя не обманывали, но все живут в тяжелое время, просто многие молчат и пытаются справляться с этими проблемами сами, но рано или поздно, ребят, бывают моменты, когда либо ты не можешь справляться, либо тебе нужна поддержка, и без совета или без собеседников ты не можешь решить иногда конкретные задачи. вот. И для меня важным фактором в 22-м году, да, именно в 22-м году, хотелось бы, чтобы остались люди, которые поймут, в какой ситуации я нахожусь, что я тоже реален, что я человек, что я вас слышу, что вы слышите меня, и без всяких понтов, но мне хочется, чтобы мой процесс был более интересным, более глобальным, но с вашей поддержкой, и никто вас не заставляет делать каких-то глобальных целей, а просто оставаться со мной, общаться, быть на канале, приглашать друзей, если им интересен подобный формат и контент, да, он простой, я не трачу какие-то профессиональные навыки, чтобы показывать крутые видюшки, да, там, прям супер крутые, но я ребят делаю как могу, но от этого не меняется процесс, остается общение, контент, формат, вы все равно что-то узнаете на Казоку Фэмили, и не стесняйтесь спрашивать, что-то, да, там, советовать, комментировать, комментарии и лайки, они всегда помогают мотивировать и что-то делать, но я хочу, чтобы с Казоку Фэмили, то есть со мной и в моем процессе было побольше хороших, добрых, адекватных личностей, людей, знакомых, и это даст какие-то плоды, я не говорю, что это относится к слову продажность, нет, просто хотелось бы, чтобы все было на каком-то, знаете, душевном уровне, вот когда я смотрю некоторых ютуберов, я просто сравниваю, привожу анализ, я не говорю, что я сейчас пытаюсь выпендриваться, нет, просто сужу по своему опыту, ребят, когда я видел Евгена, Евгениуса, не все его знают, он настолько разговорчивый парень, да, что его интересно слушать, его интересно наблюдать, у него есть свои зрители, они советуются, что они хотят увидеть, во что хотят поиграть, о чем хотят поговорить, он форматы меняет, он даже сравнивает форматы там купленова, как купленов делает, он смотрит, в какую сторону продвигается купленов, кто на месте стоит, кто пытается делать свежую струю в своем формате ютубе, и я понимаю о чем он, и это довольно интересно слушать, но он живой, ты прекрасно понимаешь, что у него есть свои мысли, взгляды, принципы, он меняется, он развивается как личность, как человек, его канал двигается там в какую-то определенную сторону, вот, и сказок у Фэмилии я хочу, чтобы в принципе было так же, люди общались не стеснялись общаться, что-то могли сказать, комментировать, предложить, возможно, морально помочь, или что-то еще конкретно сделать, по желанию любого человека, как угодно, лишь бы это давало какие-то плоды для канала, для Казуко Фэмилии, и чтобы все было чики-пуки, потому что как бы не каждый делает такой уникальный формат, в том плане, что Казуко Фэмилии может двигаться в любом направлении, возможно что-то по аниме потом сделать, в играх что-то интересное, прикольное сделать, ну, тут надо думать, надо сосредотачиваться на конкретных в принципе задачах, но главное, чтобы вы понимали, что Казуко Фэмилии это живой канал, и хотелось бы, чтобы в 22-м году, в этом грядущем, который есть, были приятные перемены для меня лично, для канала, я очень надеюсь, что так и будет, хотелось бы, чтобы кто-то откликнулся, услышал, я думаю, что я сказал практически все, что хотел, сказал, как хотел, чтобы стало легко, конкретно, вот, так что думаю, что если с Казуко Фэмилии останутся те, кто захотят остаться, значит, это и будут те люди, кто в принципе близки мне по душе, а те, кто пройдет мимо, значит, значит, друзья, у них другие цели, у них другие взгляды, и возможно, им не нравится формат, или они хотят видеть формат, где показушка какая-то, видеть формат, где где-то притворяются, или видеть одинаковый формат, или шаблонный формат, но тут уже в принципе, ребят, выбирать каждому. А если выбирать каждому, то значит, это свобода, и поэтому это видео не несет какой-то смысловой нагрузки, это просто как бы разговорная откровенность меня, чтобы вы наверное больше представляли, что из себя представляет в принципе Казоку Фэмили. Вот как существует природа, солнце, небо, вот так же в принципе существует Казоку Фэмили. Процесс. Процесс здесь и сейчас. И если вы слышите этот голос, то значит процесс он идет, он живой, он какой есть. И поэтому я постараюсь ответить на все вопросы, которые у вас могут возникнуть у кого-нибудь. Пишите в личку в соцсети либо на электронную почту. Куда угодно в принципе. Куда получится. Вот. Куда как говорится занесет ваш вас судьбинушка судьба. Да. Вот. Так что наверное как-то так я не знаю о чем еще говорить. Просто скажу, что Казоку Фэмили это душа. Душа, доброта, честность и доверие. Душа, доброта, честность и доверие. Вот как-то так. Казоку это семья, Казоку это все мы. и надеюсь, что своих единомышленников и друзей новых я обязательно найду. Они придут. Или все будет оставаться на том же уровне, что и сейчас. Но повторюсь, это реальность, это тяжелые времена. Надеюсь, вы меня услышали. Надеюсь, вы меня поняли. И я очень благодарен, что кто-то меня услышит, поймет, может быть, достучится до меня. надеюсь, что все, что я сказал сейчас, и все, что вы видите сейчас, и пытаетесь представить действительно, как и я, что я нахожусь в этой гармонии природе с вами. Хоть как бы банально это сейчас не выглядело, что это всего лишь игра, но я пытаюсь отвлечься, поговорить с вами и сказать, что я дорожу людьми, дорожу казоку фэмили, я дорожу всеми. Как бы банально и смешно это не звучало, но я умею понимать, умею дорожить. Наверное, вот это я хотел вам донести, и хотел на этом сказать вам наверное до новых встреч. Так что, ребят, до новых встреч вам, ребята, и всего вам хорошего, чтобы наверное было здоровье и только хорошее. Спасибо вам за это. и спасибо . Спасибо .